Хлеб, говядина, молоко, картофель и яйцо вошли в перечень пяти основных продуктов, цены на которые еженедельно отслеживает специально созданная рабочая группа. На сегодняшний день ситуация на потребительском рынке характеризуется как стабильная. Кроме того, наблюдается сезонное снижение цен на овощи и фрукты. По словам Владимира Ружицкого, необходимо привлекать новых товаропроизводителей в Люберецкий район, поскольку конкуренция способствует тому, что товары становятся дешевле. Создавать условия, чтобы производители без затруднений, трудностей могли реализовывать товар в Люберецком районе. Поэтому это никто не запретил. Это и лоточная торговля, и мы в Москве видим. Да, есть лоточная торговля, где люди привозят. А ближе к осени эта машина, надо смотреть, где-то во дворе, капусту, картошку, морковку привезла. И человек мог это купить. Цены на лекарства в аптеках района также каждую неделю подвергаются мониторингу. Объектом внимания стали 100 жизненно важных препаратов. На сегодняшний день превышение максимально допустимой стоимости не зафиксировано. Еще один вопрос повестки дня – ситуация на рынке труда в районе. На ряде предприятий введен режим неполной рабочей недели. Имеет место задолженность по выплате зарплаты, а в целях оптимизации штата идет увольнение сотрудников. Мы должны знать, даже скратили на предприятии пять человек – это драма конкретного человека. И надо понять, чем мы можем помочь людям. У нас же центр занятости, надо смотреть, чем мы можем этим людям оказывать содействие, помощь. Вместе с тем многие предприятия работают стабильно. Задолженности по налогам и зарплате не имеют. В области строительства жилья также есть и достижения, и трудности. Не осталось без внимания собравшихся – тема долгостроев в поселке Октябрьский и Люберцах. В каждом случае проблема решается индивидуально. Так, по корпусу 23 на улице Толстого Владимир Ружицкий предложил применить бартер, если финансовых средств для завершения работ не хватает. Один из квартир не продан. И первый этаж весь. И первый этаж не продан. Поэтому пойти простым путем. Теплосети должны там 4,5 миллиона, грубо говоря, я не знаю. Значит, за эти работы, это наша теплосеть, дают теплосети квартиру. А теплосеть делает, теплосеть либо предоставит кому-то, либо продаст. Сейчас в Люберецком районе на стадии возведения находится 42 объекта. Всего в этом году планируется построить 400 квадратных метров жилой площади, из которых 350 тысяч – это многоэтажки, остальные 50 тысяч – это малоэтажные корпуса и индивидуальное жилье. Марина Архипова, Игорь Морев, Люберецкое районное телевидение.